Сегодня у нас тема социальное развитие. Вы различаете изменения и развитие? Да. А как вы различаете? Изменения может быть и деградацией, да. А развитие – это что такое? То есть не всякое изменение является развитием. Но чтобы не прерывать диалектическую связь этих категорий, мы берем с вами для рассмотрения изменения. И что такое изменяющееся нечто? Это нечто, которое равно самому себе. Правильно? Но вот этот момент равенства с собой, который называется в себе бытие, он находится в единстве с бытием для иного? Вот эти два момента нечто, которые мы рассматриваем в себе бытие и бытие длины, они что, раскладываются на эти два момента? Или это всё-таки единое движение, изменение? Единое. Раз единое, то вот эти два противоположных момента находятся в единстве одно с другим. Если они находятся в единстве одно с другим, в себе бытие находится в единстве с бытием для иного, даже это выражается одной такой специальной категорией, которую вы находите там, когда рассматриваете нечто. Категория, которая называется в нём бытие. Это в себе бытие, поскольку оно находится в единстве с бытием для иного, оно противостоит бытию для иного, противостоит, борется с ним. И поэтому это не просто равенство с собой, это равенство с собой через отрицание своего неравенства с собой. Правильно? То есть как бы вот в себе бытие, которое удерживает равенство с собой, противится переходу в иное, а оно ведь находится в единстве с бытием для иного, правда? Вот это такое единство с бытием для иного называется, этот момент в себе бытие, которое в то же время противостоит бытию для иного и сохраняет это равенство с собой, называется в нём бытием. В нём бытием. Или, говорит Ленин, ой, это Гегель говорит, или просто В. То есть это вот, можно сказать, пик диалектики, когда мы дошли до одной буквы. В, момент. Когда вы говорите В, то что вы хотите сказать? Это значит не то, что снаружи, а то, что внутри. Правильно? Внутренне. И вот это вот внутреннее, противостоящие переходы бытия для иного, как бы оно не противостояло, раз всё-таки в нём бытие находится в единстве с бытием для иного, всё равно движение, изменение имеет место, правда? То есть от изменений не уйдёшь. Сколько бы вы не говорили о равенстве с собой, всё равно меняется. Поэтому вот тогда и ставится вопрос. Так меняется в какую сторону? Вот тогда встаёт вопрос, что может быть изменение в сторону разрушения, деградации, то есть в сторону движения от сложного к простому. Было сложное, стало простое. Мы взяли книгу, разорвали на отдельные листки. Это движение к простому. Взяли листы, сброшировали и получили блокнот. Написали ещё на этом что-то, получили рукописную книгу. А если вы это сделали с помощью технических приёмов, получили книгу нерукописную. Движение будет низшего к высшему. То есть мы, когда мы рассматриваем изменения и движения, мы перестаём здесь с вами только ограничиваться одним, что оно изменяется, что всё течёт, всё изменяется. И умничать в плане того, что нет ничего такого, чтобы не изменялось. А мы заинтересовались, а как оно изменяется-то? Через усложнение движения простого к сложному или движения сложного к простому. Что такое простое? Простое это что такое? А есть. А? А есть. То, что есть, это бытие. Вы нас не сбивайте. Я хотел вам простой вопрос задать. Спрошу, что такое простое? Вы молчите, а? Составная часть сложного. Составная часть сложного. То есть для того, чтобы знать, что такое простое, надо знать, что такое сложное. Вы здорово придумали. Да ещё знать, что такое составная часть. Кто-то составляет ещё. Это сложное дело. Простой это несложно, это правильно. То есть на самом деле, на самом деле, если в нём нечего различать, простое, если в нём кроме целого ничего нет, оно целое и нет ни моментов, ни частей, да? То это простое. То есть простое всё-таки надо не через сложное определить, иначе мы не поедем никуда. То есть это такое целое, в котором нет никакого ни частей, ни моментов, которое простое, ни из чего не сложено. То есть для этого надо знать, что такое простота. Простота – это значит то, что ничем не опосредственно, ничем не включает никаких моментов, никаких частей. Нет никакой внутренней организации, нет никакой внутренней организации этого самого простого, правильно? То есть отрицает то, что вы сказали, что это несложное, можно сказать, что оно не включает в себя никаких моментов или частей. А вот что такое сложное, легко определить. Сложное – это что? Это сложенное из простых. Сложное – это сложенное из простых. Ну вот мы с вами тут сидим, и очень мы сложные, потому что созданы мы, у нас есть какие-то части тела, еще у нас есть клетки, клетки из части тела из клеток, а клетки сложены из молекул, а молекулы сложены из атомов, а в атомах есть электроны, протоны, нейтроны, а дальше пошел микромир. Поэтому очень мы здесь сложные собрались. Страшное дело. У нас должно быть самоуважение по этому, да? Поэтому я и подумал, вы уже можете сдавать экзамены, хотя бы частично проверяться, тренироваться. Так, и вот это движение, теперь мы можем изменения классифицировать. Те изменения, которые представляются в движении сложного к простому, называть… Это не развитие, это противоположное развитие ему движению, да? Деградация. А вот движение простого к сложному, низшего к высшему, называется как? Развитие. Движение простого к сложному, низшего к высшему, называется развитие. Развитие. Ну вот теперь давайте займемся этим вопросом, вопросом о развитии. Вопрос о развитии. Развитие – это категория, которая может к чему прийти? Применяться. Ко всему. Ко всему, да? Все развивается, все двигается от низшего к высшему. И в то же время мы наблюдаем в природе и в обществе движение высшего к низшему? Или не наблюдаем? А? Наблюдаем. Наблюдаем. Так вот, если вообще природа и общество или Вселенная развиваются от низшего к высшему, мы же наблюдаем в этой Вселенной обратные процессы, да? Разложения на элементы. Вот какие, кстати, вы знаете, виды или формы бытия вещества? Бывает жидкое состояние, состояние какие? Бывает жидкое, бывает газообразное, да? Бывает твердое. И плазма. И плазма. И плазма. А плазма – это что? Это как будто… Это высокоионизированный газ. А? Это высокоионизированный газ. Газ. Это хорошо, что вы знаете, что такое газ. Молекулы есть, если плазма? Есть. Ну как же есть? Вот эти молекулярные связи все уже и разорваны. Как вот газ. Высокоионизированный. В газ нет уже молекул. Вот если это только атомы и то, что их окружает, так молекулы уже нет. Вот это высокоионизированный уровень. Нет, тут нет молекул. Второй уровень – молекулярный. Да? Уже не атомы. Молекулярным уровнем занимается химия. Правильно? Она занимается его строением. То есть из каких атомов складывается. И какие молекулы. И какие происходят взаимодействия. То есть реакции при этом различных веществ. Потом, после молекулярного уровня, какой уровень? Твердых тел и жидкостей. Твердое тело и жидкость. Всякое твердое тело может быть превращено в жидкость. Правильно? Ну, при известной температуре оно вот. А дальше вот мы уже с вами берем, ну вот, собственно, состояние. Все это твердое тело, жидкое состояние, молекулярное состояние. И состояние, в котором он представляет собой плазму. То есть отдельные атомы, которые не могут соединяться. При такой высокой температуре они не удерживаются в единой молекуле. Что мы наблюдаем одновременно в природе? Мы одновременно наблюдаем и процессы усложнения, и процессы, когда сложное, превращается в простое. Или в более простое, лучше сказать, потому что, так сказать, всегда есть еще более простой, еще более простой и так далее. Всегда еще есть более сложные. Высшая форма движения материи – это социальная форма движения материи. А формы этих очень много. Ну вот, ко всем формам движения материи применимо то, что в них есть движение от простого к сложному, или движение простого к сложному, низшему к высшему. Почему иногда приходится говорить простого к сложному? Потому что, если сказать «от простого к сложному», то может возникнуть иллюзия, что кто-то третий идет от простого к сложному. И это и есть развитие. На самом деле само простое превращается в сложное. Движение простого к сложному, сложного к простому. Ну вот человек, как он развивается. Развитие человека от одной клетки идет в утробе матери до ребенка, родившегося ребенка. Какое это движение? Движение низшего к высшему, простого к сложному. Не так обстоит дело, что от руки или от ноги идет к голове. От целого к целому. Можно сказать, что это движение не от части к целому, а от целого к целому? Именно так. То есть для характеристики развития важно указать, что это движение от целого к целому. Или по-другому, от себя к себе. Вот вы развиваетесь? Вы ко мне, что ли, развиваетесь? Поскольку я у вас экзамены буду применять. Или к себе развиваетесь? Вот это движение вашего развития, это движение от вас к кому? К вам же, но более развитой. Правильно? Странно было бы, если бы вы стали развиваться, и стали бы не вы. Вам это и не надо? То есть если речь идет о движении от себя к себе, с усложнением, верно? Вот это надо тоже понимать. То есть развитие – это движение от себя к себе всегда. А изменения бывают переход одного в другое. Правда? А тут не переход в другое. Вы остаетесь равным самому себе. Если вы не остаетесь равным самому себе, то вы как-то не захотите такого развития. То есть раз – у вас уже нет. Вроде кто-то есть другой, более развитый, но это не вы. Да не то. То есть развитие – это движение не только от простого к сложному, это от себя к себе. Вот если мы возьмем и вернемся назад, скажите, пожалуйста, изменения включает все обстановление? Обстановление включает? А в становлении есть два противоположных момента – возникновение и приходение. Правильно? А раз изменения включает в себя, а развитие включает в себя изменения, значит возникновение и прихождение есть и в том движении, в изменении. Поэтому если мы возьмем наши изменения с учетом, есть некий масштаб возникновения или прихождения, то вот мы и получим развитие. Развитие – это как бы возникновение уже на уровне, который мы сейчас достигли, на уровне движения низшего к высшему. А прихождение остается? Остается, а тогда здесь оно на этом уровне, это прихождение, это движение от высшего к низшему. И что получается? Значит в развитии, в самом развитии, в общем движении вперед, низшего к высшему, а есть противоположное движение высшего к низшему? Есть. То есть в одном и том же развитии в целом. Есть и движение низшего к высшему, и в целом оно имеет форму, движение низшего к высшему. Но есть и другое движение в нем, противоположное этому движению высшего к низшему. Вот мы с вами сидим, вот я скажу, что я вот развиваюсь, когда лекцию вам читаю, я же такую еще лекцию вам не читал, поэтому я постараюсь лекцию читать применительно к той аудитории, которая есть. Но я же умираю, а вы нет. Вы верите в это? Я тоже умираю. Вот вы тоже, видите, печаль какая есть. То есть на то, что я от нас и умираю, вроде не так печально, а вот то, что вы уже умираете, печально. Но это объективный факт, правда? То есть вот это движение. Значит, а как вот сделать так, чтобы вы не умерли? Можно сделать? Не жить. А? Не жить. Не, надо подумать еще над зимой. А вот у вас сущность какая? Сущность у вас какая? Вот мы с вами рассматривали разные формы движения материи. Какие? Разные, да? Значит, механическое, химическое, физическое, химическое, органическое. Так. Вот вы животное? Животное. Ну, а еще следующая форма какая? Социальная форма. Общественная форма движения материи. Вы как человек. Так у вас сущность животное или нет? Сущность-то ваша. Или вы по сущности животное, нет? Только по форме. По форме вы животное. Сейчас пойдете в столовую, будете кушать. Чем вы тут отличаетесь? Ну, конечно, вы скажете, вот, а бегемоты едят без вилки и без ножей. Они не тарелка, у них другое. И так далее. Но вы хотите от них отличиться? У вас сущность-то какая? Человеческая. Человеческая сущность. А человеческая сущность, в чем ее? Ну, если человеческая сущность, это человек, это животное? Биологически, да. Ну, так вот у вас и где-то вы замкнулись на том, что вы животное. Животное. И значит, сущность у вас животное. Ну, раз животное, что с вами разговаривают? Га. Какая сущность у человека? Кто скажет? Спасите нас. Социальность. Какая? Социальность. Вот, учитесь. Вам повезло, нам повезло. Мы нашли освобождение. Сущность социальная. А социальная сущность, она смертная или бессмертная? Бессмертная. А? Бессмертная. То есть, вот вы сделаете что-нибудь хорошее? Вы собираетесь что-то хорошее сделать? Ну. И это то, что вы сделаете хорошее, будет кому принадлежать? Только вам или человечеству? Ну, раз оно будет принадлежать всему человечеству. А человечество бессмертно. Значит, то, что вы сделали, бессмертно. Вот то, что вы съели, конечно, смертно. Но это не особенно человечество интересует. вот вряд ли будет интересовать иногда интересуется что люди раньше ели там чем они питались как одевались но это так сказать как бы не самое существенное правда можно сходить музей этнографии познакомиться а вот если мы ставим вопроса сущности но вот скажем наука конфликтология даже сущностью занимается правильно то есть от того что это то что мы добываем мы в плане изучения конфликтологии она зависит от вас от меня или это принадлежит как всякая наука это уже некое всеобщее знание да и в это всеобщее знание вы благодаря своей деятельности будем надеяться привнесли новое передовое привнесли если выбрать действительно новые передовое принесли их никто там и во мне помешала мешать будут или его будут а вы настаиваете а вы отстояли вы победили и в итоге значит вот вы внесли копилку таскать ценности человеческих то что является бесконечным и вечным и вас помнить будут вечно вот говорят ленин вечно живой это просто такой сказка на самом деле под произведение вот есть полный собрание берите и читайте в чем тут проблема а вам нужно значит а вы что кушал ленин это кто-то интересуется нет говорят что ему надежда константиновна иногда яичницу делала но я никаких таких точных данных не имею и воспоминания читал о ленине ну и такого не не нашел как-то на это нет никакого акцента не было крайне по крайней мере не вокруг не вокруг этого шла работа или если вы хотите посмотреть а как он жил ну как жил вот вас смотришь там как он жил ну как он жил в тюрьме понятно как все в тюрьме живут он же год просидел в тюрьме тут наш полярный а после его был в ссылке ну как ссылки живут там можно и на лыжах пройти там есть и снег и солнышко и хорошо и свободно только нельзя оттуда уехать а так свободно все себе и в шушенском но он за это время написал в работу которая называется развитие капитализма в россии такой толщины и за подписью в эльин владимир лич он в эльин опубликовал развитие капитализма в россии это вот то что вот не сделал маркс как в европе развивался из вот в деревне как развивался капитализм у маркса этого нет в капитале у маркса есть процесс такой когда согнали всех крестьян и заменили опциями и стали они производить шерсть и текстильное производство развивать капиталистически а вот этот первоначально капиталистическое накопление только вот описано таким образом как это происходило исторически в англии но так она не может везде происходить потому что кто-то тут должен производить еще и хлеб и другие предметы потребления это европа производила но в европе как развивался капитализм вот это у ленина описано развитие капитализма в россии Уникальная в этом смысле работа, самая скучная из всех работ, которая, почему, там данные, 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 статистические, вот он сидел и все это скрупулезно выяснял. А статистика была очень хорошая, земская, лучше, чем наша, которая, когда у нас идет падение, а они все равно придумывают, как написать, что у нас падения нет. А для этого у нас социал управления вошло в состав Министерства экономического развития. И теперь, вот если вы у меня в Министерстве работаете, придете вот с такими показателями, и больше вы у меня не работаете. Вы же понимаете. Ну как, придумали, взяли и поставили. И как-то стало лучше сразу у нас. Правда, мы не ощущаем это нигде в плане того, что у нас тут какой-то рост, а только наоборот, везде падение. Но вот статистические данные. Ну, академик Глазев говорит, что вот эти до трех процентов, это на уровне статистической поверхности, да. Не более того. Так. Так что мы с вами, конечно, такой, скажем, переход сделали, переход к сущности человека. А человек социальную сущность имеет, общественную. Ну и вот общественное развитие, если это развитие общества, то уже мы перешли к бесконечному. Человечество бесконечно и вечно по своей природе, правда? Одни люди умирают, другие, или скажем, если возьмете историю развития науки. Ну вот, был такой ученый, он сделал, сделал, сделал. Потом пришли новые ученые, взяли вот эти разработки дальше, продвигали, потом новые и так далее. Вот у нас печальное событие, Жаре Салферов, Нобелевский лауреат, вот он умер, 5-го числа его будет, так сказать, траверная здесь церемония, здание научного центра Академии наук. И после этого то его похоронят. И у нас нету больше пока Нобелевских лауреатов. Ну а то, что он сделал, благодаря ему, у нас очень много теперь сделано в области учрительной техники, в области полупроводниковой техники, в области лазерной техники и так далее. А это и останется навсегда. Точно так же, как, скажем, вот, как вы думаете, произведения Чайковского исполняли больше при жизни Чайковского или сейчас? Сейчас. Сейчас больше, конечно. Мало того, что еще и исполняли, а еще и записи есть. Я был в Бельгии и зашел в магазин нотный и такой, и записи. Пожалуйста, там произведение Чайковского в исполнении Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева. И Михаил Плетнев, как выдающийся, гениальный пианист и дирижер, и композитор нашего времени, то же самое, он, так сказать, войдет в историю музыки и национальной культуры. Хотя пианистов много, и музыкантов много, но вот некоторые настолько продвинули человечество вперед, что они тем самым, они навечно остаются не просто в памяти, а они как бы в основу дальнейшего развития человеческой культуры. Входят в основу. Будем надеяться, что ваши труды, бывает, лягут в основу развития конфликтологии. Вы разжигать, собрать конфликты или гасить? Почему разжигать, потом гасить, затем... А вы конфликты рассматриваете все как негативное явление, или как позитивное? Двойственное, конечно, да, безусловно, двойственное. Ну, скажем, даже самые прогрессивные войны, они войны же, то есть там кто-то погибает, революции, которые всегда за новый строй, за более высокое развитие, за более высокие формы, тоже таких конфликтов, которые... Ну, а без конфликтов вообще не проживешь. Правильно? Можно прожить без конфликтов? Нет. Такого не бывает без борьбы. Так, значит, что у нас получилось в итоге нашего рассмотрения? Что вот развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному, развитие – это движение от себя к себе, с осложнением, да, и что в развитии есть прямо противоположные движения, одно из них совпадает с направлением развития, и вот это вот одна тенденция, а другая тенденция прямо противоположная. Вот та тенденция в развитии, которая совпадает с направлением развития, называется... Как? Та тенденция... Ну, раз две тенденции, то они уже, значит, друг против друга. Уже их нельзя просто называть развитием. Две тенденции в развитии. Есть развитие, как целое, и в развитии есть две противоположные тенденции. Как называть ту положительную тенденцию, которая совпадает с направлением развития? Вы это слово точно знаете. Но когда это слово... Прогресс. А вы что, не знаете прогресса? Как вы собираетесь? Вы что, за регресс? Ну, люди на той стороне-то знают. А вы сели со мной рядом, если вы сели против меня, тут ведете работу подробную, но у меня там есть сторонники на том краю. Прогресс, да? Мы, люди прогресса, выступаем против регресса. А противоположная тенденция? Регресс. Регресс – это общее название для всех отрицательных тенденций в развитии. Даже если они являются общественными. Но для общественного развития есть специальное название этого регресса. Как называется регресс в обществе? Знаете вы это все. Нам надо вспомнить. Зачем нужно людям обдумывать, чтобы у них то, что раздельно присутствует в голове, оно, наконец, соединилось в определенную систему. Поэтому, как называется регресс общественный? Кто-нибудь скажет? Вот девушки наверняка знают. У вас такой, вот особенно в черном вы все, в черном олицетворяете регресс. Ну, можно так, в каком-то смысле. А с другой стороны, у вас там белое, как раз на этом фоне, оно и выделяется. То есть на черном, так сказать, что-то светлое и как раз очень видно, да. А этим вы олицетворяете что? Прогресс. Так вот, как называется регресс по отношению к обществу? Потому что ваша одежда к обществу, конечно, относится, но ни членом общества не является. Членом общества являются люди. Деградация, она вообще развитию противостоит. Деградация. Вы развиваетесь или деградируете? Правда? А вот это называется регресс. В общественном движении называется реакция. Не слышали? Реакционеры. Не слышали такое? Это все вы это слышали. То есть, наверное, вы знаете такого юмориста Аркадия Райкина? У него была такая шутка всегда. Кто такой художник? Художник – это прежде всего такой человек, который бьет нужную к яску и идет ее на нужное место. Поэтому вот эти слова, которые мы с вами употребляем, нет же таких людей, которые не слышали слова реакции. Правда? Но чем отличается человек образованный? Образованный человек, у него не в кучу это свалены, эти все понятия, и там их в углу где-то лежат. А он знает им всем место. Вот если мы берем социальные движения, развитие берем, и в развитии есть прогресс, а противоположная тенденция. Регресс, оно для социальных явлений называется реакция. Отсюда реакционные классы, реакционные деятели, и прогрессивные классы, прогрессивные деятели, прогрессивные явления, реакционные явления. Правда? Вот это вот то, что относится к обществу, к общественным явлениям. К общественным явлениям. Прогресс, регресс, а регресс в обществе – это еще и реакция. Так называется специально. Так, вот теперь, значит, мы никакого другого развития, которое бы не включало в себя двух противоположных тенденций борьбы, и даже не представляем. Значит, что такое развитие теперь? Это не просто какое-то там движение низшего к высшему, простого к сложному, как к восхождению по ступенькам. Вот мы все выше, выше, выше поднимаемся. Нет. Это постоянная борьба. Не бывает такого развития, которое не было бы получено в результате борьбы с регрессивными, если мы берем общество с реакционными тенденциями. С реакционными. Вот все люди, которые сегодня пришли и находятся на лекциях, а у них тоже была ведь тенденция регрессивная – да взять, да и не пойти на эти лекции. Правда? Хорошо же, солнце на свете, на улице. Взять, да и не пойти. Но взяли и преодолели, и пришли. А те, кто не преодолели, те и не пришли. И так далее. А потому что вся жизнь есть преодоление. Вся жизнь есть преодоление. И поэтому все, что достигается в жизни, достигается борьбой жизненной. Для этого, вот говорят, люди волевые. Что значит волевые? Которые могут не поддаться, так сказать, каким-то своим слабостям, а то свое намеченное выполняют, несмотря на многочисленные трудности, которые встречаются на их пути. Или есть такое деление на людей нерешительных и решительных. Все люди что-то решают. Чем отличаются решительные люди от нерешительных? Как вы думаете? Решительный человек, вот у него было 50 на 50. Он все думал, как решить. Вот так буду действовать. И пошел. И тогда он для себя сделал вывод, что на 90% сделал правильно, что он так решил. Они решительные люди. Они тоже так решают. Решать не решают. Потом они решили. И пошли. И вот они думают, зачем же я это сделал? И они думают, у них на 90% что я сделал неправильно. И они мучаются после того, как они приняли это решение. А они решение тоже принимают. Почему? Есть такое высказывание, что вера в победу есть фактор победы. Ну, во-первых, вера. Это же вера, это еще не убеждение, правда? И не наука, но вера. Но вера какой-то имеет значение. Кроме религиозной веры, есть же и другое. Понятие веры. Товарищ, верь. Это что, плохое что-нибудь? Зайдет она, звезда пленительного счастья, Россию спрянет ото сна. Это что? Это осуждать надо, что товарищ, только верь. Новых идут нет, только вера. То есть вера не всегда, так сказать, надо рассматривать ее только негативно. И вот мы с вами сейчас пойдем в бой. Все вы уже вооружены. Нам противостоят противники. И кто-то, половина из нас погибнет в этом бою. Но если мы сейчас не пойдем в бой и не будем с ними биться, то не половина погибнет, а все мы погибнем. Еще рабами будем. Еще и мучить нас будут. И пытать. Так что с верой в победу вперед. Вот если командир, он внушил веру в победу, то вот вера в победу, как известно, всем из истории войн есть фактор победы. А если вот я прихожу, говорю, так, ну, нас всех убьют, и всех будут потом измываться, пойдемте биться. И что? Действительно нас больше поубивают, и еще больше истязать. Почему? Суворов говорил, пуля дура, штык молодец. Смелого пуля боится, говорят. Бывают люди идут на... Но есть такие ситуации, когда люди заведомо идут на такую, на физическую смерть, как Александр Матросов. Он, думаете, не понимал, что он умрет через минуту, как только он закроет амбразору. Но тот же Матросов понимал, что победу можно получить ценой, в том числе и гибели многих-многих наших людей. У нас в войну погибло 27 миллионов человек. Когда вот мы думаем, а почему вот так у нас потом какое-то движение вспять произошло во многом, в том числе погибли люди худшие или лучшие, смелые, самые решительные или такие, которые колеблющиеся, думают, пойти не пойти. Кто погибал прежде всего? Кто пошел в атаку первый? Смелые люди самые, да? Самые решительные. А вот потом другие люди, которые были в тылу, они, так сказать, пошли наверх, заняли важные посты. А потом выяснилось, что они движение вперед понимают, как движение наверх. Многие получили должности большие, даже в государственном секторе, скажем, люди государственной ищеномики, которые занимаются экономическими вопросами. Какие у них эти доходы? Ну, возьмем, скажем, Рос... Нет, Газпром. Сколько членов правления Газпрома получают в месяц? Я думаю, что только миллион не будет. Получают они 15 миллионов. Это вы можете, вот это все открытые данные можете открыть. Вот сколько там непосредственно Миллер получает там, или вот руководители, это уже как-то не попадалось в меня. А вот что касается членов госкомпании, управления, это все открытые данные, все известно. Вот 15 миллионов в месяц. Вам дай 15 миллионов в месяц в стипендию, вы же умрете. Поэтому вам, наверное, не дают бояться за вашу жизнь. А если вы не умрете, вас по дороге куда-нибудь домой будут отбирать, вы будете не отдавать, вас убьют. Так-то вас, кому вы нужны, вас убивать, и я никому не нужен, кто меня будет убивать? А если бы у меня было с собой 15 миллионов, то это вопрос другой. Повод задуматься. А? Повод задуматься. Да. Или, скажем, ГРФ, который возглавляет Сбербанк. Там члены правления Сбербанка получают 24 миллиона в месяц. Туда все люди, старушки, особенно больные, там на болезни, на случай каких-то происшествий денежки складывают, а эти себе берут по 24 миллиона. И все хорошо. А это зарплата? Они называют зарплатой. А чтобы узнать, зарплата это или нет, для этого надо узнать о трудящихся, о самых тяжелых условиях сколько получают рабочие? Самых тяжелых. Лучше актер, сколько получают? 18. А? 18-24. Ну не надо нашу капиталистическую действительность очернять. 20-28. 40. Некоторые даже 50, но не больше 50. Вот сейчас вот вы наберете, допустим, средняя зарплата шахтера или зарплата шахтера и увидите там, не 18-20-20-20, а 40 тысяч получают, вот считается в Ленинграде. Ну это все-все-все-все. Со всеми зарплатами, когда усредняют. Ну поэтому, если человек получает выше, чем шахтер, это что такое? Это уже не зарплата пошла, а дальше пошла прибавочная стоимость. Ну скажем, если это члены правления Роснефти, там 28 миллионов в месяц они получают. Значит, 27 миллионов 950 тысяч это прибавочная стоимость, а 50 тысяч зарплата. Ну они взяли, это объявили зарплатой. Иногда говорят, бонусы, премии. Ну в смысле, это тот же. Вот то, что соответствует тому, кто трудится в самых тяжелых условиях, а сверху это все прибавочная стоимость. Но это еще не все. Члены госкомпаний они имеют, как правило, еще и акции своих госкомпаний. Потому что государственное у нас предприятие как выглядит? Ну это акционерное общество, в котором 51% акции у государства. Или 50% плюс одна акция, даже так. А дальше? А дальше вот тот же Греф и его, члены его этого самого руководящего органа, они имеют ту же акцию. А там дальше иностранные компании, всякие другие. Поэтому получается, что какая тяжелая работа вот у членов, вот руководителей госкомпаний. Они должны, представляете, и государственные проблемы решать за зарплату в 50 тысяч, и еще получать вот такую прибавочную стоимость, миллионы. И надо думать, как ее увеличивать, и еще как сохранить ту, которую они получают, как имеющие долю в капитале. Как им тяжело? Вы прониклись уважением, нет? я чувствую, да. Поэтому, когда спрашивают, а что так это все плохо развивается? Ну, как плохо? Это вам плохо. Некоторым плохо, другим хорошо. Все это по-разному. Значит, какие мы получили всеобщие результаты? Всеобщие результаты получились такие, что развитие, это движение низшего к высшему, простому, сложному, что это движение не от части к целому, а от себя к себе, да? Что это движение содержит в себе противоположные течения, противоположные движения, оно всегда есть единство прогресса и регресса в социальных условиях, применительных к социальной жизни, прогресса и реакции. Вот какие выводы мы получили. Другое дело, что нужно научиться их брать именно как всеобщие, то есть применять, видеть это всегда, а не брать в отрыве от этого. Например, как от этого уходят? Существует такой наукообразный способ уйти от такого рассмотрения. Есть, например, так называемый системный подход, который, так сказать, он развивался и в свое время Богданов, который был даже лучше большевистской партии технологии, всеобщая организационная наука. Дескать, есть система, в системе есть элементы, есть внешняя среда, есть внутренняя среда, есть связи между системами, все есть, 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 чего нет? Нету борьбы противоположностей. А развитие надо как понимать? а развитие надо понимать именно как процесс борьбы противоположностей. Не просто такое мирное восхождение низшего к высшему, простого к сложному, а процесс борьбы противоположностей. Вы же понимаете, что можно было и не ходить же на это занятие, да и не заниматься. Но вы пришли, вот приходится сидеть. Это борьба. Не такая уж страшная борьба, но борьба же. Всякое движение есть борьба противоположностей. Хотя есть разные концепции развития. Я могу вам, скажем, перечислить, какие в науке вы можете встретить концепции развития, которые так или иначе сбивают с толку людей. А именно, например, такое развитие, что рассматриваютсяoly и развитие как движение к большему, меньшего к большему. Допустим, вот в СССР выпускал все больше хлеба, все больше цемента, все больше угля, все больше машин, все больше оборудования, все больше зарплата, все больше, больше, больше. вот если вы будете больше 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 что вы будете я вот сейчас сегодня как раз ехал обратил внимание магазин на большом проспекте петроградская сторона великие люди великие люди имеется ввиду большие больших размеров там попросу у них одежда от того что человек будет больше что от этого он разовьется нет то есть нельзя рассматривать развитие просто движение как увеличение или уменьшение а если меньше значит деградация да ничего подобного никак это не связано непосредственно с такими размерами потому что изменения в целом могут быть противоречивыми они такими что вот все больше ну что все больше это увеличение масштабов не более того то есть никакого развития не происходит а масштабы все больше 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 она стоит на месте общество не развивается а может масштабы больше она уже пошло назад вообще еще больше производится этого больше того больше вот у нас тоже всего больше производит ну мало чего мало чего мало насколько но во всяком случае а вот рабочее время у нас намного больше чем раньше было у нас какая рабочей неделе в россии где-то взяли такое сведение где взяли такой сегодня спрашиваю а вот деньги сейчас я публично с вами поспорю мне деньги нужны 5 тысяч меньше они даже и спорить не буду кто хочет на его месте оказаться давайте со мной подходит мне деньги нужны никто не хочет где-то в кодексе пойдете домой откройте так кодекс и увидите там не 40 часов а до 40 разницы нет до 40 а до 40 это какие цифры любые любые цифры до 40 вот вы в коллективном договоре можете установить а хоть 6 часов в неделю 10 у меня так вот приходилось я поскольку выступал как профессор по кафе экономики права по поводу что нужно сделать нашей экономики для увеличения темпов экономического роста и письмо президенту написал ну практика какая вы напишите письмо президенту она попадает куда приемная оттуда посылали если президенту посылаете то куда какой-то министерство попало министерство но поскольку у меня таскать вопрос так по серьезному ставил я записку написал в котором те пункты обозначил то его отправили сразу во много учреждений во первых значит послали в министерство промышленности и торговли это вот по моим данным я думаю вы тоже заметите единственное министерство которое занимается развитием нашего производства единственное больше министерств которые занимаются развитием производства нету вот в том числе она даже обошло эти банки которые никаких кредитов не дают а дают повышать все время ключевую ставку тонал 775 по этим по этой ставке получают коммерческие банки добавляет свои семь и 1475 получается вам надо отдать а максимальная норма прибыли то есть отношение прибыли к затратам на получение этой прибыли ну 10 процентов вот больше уже нету промышленность поэтому все промышленники вот они все стонут и горит у себя с ума сошли это невозможно мы не можем не ничего построить и не можно даже оборотные средства получить то есть нынешние банки это ростовтические конторы которые душат нашу промышленность а банки по идее это такая организация финансовая который временно свободные средства аккумулирует вот вы сейчас продали зерно вас с деньги есть вы еще через месяц будете покупать давайте в банке они лежат я пока ему дам кредита он сейчас ему нужно затратить а потом получит и отдаст за среднюю норму прибыли должны они это получать за среднюю но то есть вот если за среднюю норму прибыли люди будут получать какая есть но это как вы деньги в банк положили то же самое средняя норма прибыль не больше десяти но банки должны искать и во всем мире дают под два процента иногда даже отрицательный процент вот я даю вам а ты под отрицательный процент это что значит я вам даю миллион отдадите 900 тысяч но вы же построите завод завод будет выпускать продукцию а тут мои налоговики с вас сшибут налог на прибыль там на то на все на пятое 10 я получу поэтому и даже давайте под отрицательный процент но этого нет ну вот я послал письмецо присылаю ответ из министерства промышленности торговли мы с вами согласны второй ответ из академии наук мы с вами согласны примерно мы в том же русле так сказать получаю из министерства экономического развития по всем пунктам не согласны кроме одного вот вы там требуете 6 часового рабочего дня так это вопрос у нас у нас же до 40 часов в трудовом корпусе они-то знают министерстве в отличие от вас вас еще рано министерством министром делать вы еще не знаете закон вот и пожалуйста говорит хотите 10 часов сделайте в неделю хотите 20 ходить 30 это вообще не вопрос центра это вопрос и предприятие на предприятии вот товарищи трудящиеся могут проводить переговоры если надо коллективные трудовые споры установить себе какой больше нельзя установить нельзя больше 40 установить нельзя но фактически у нас сейчас работе нет пока что думаете а вот 48 часов другие данные 46 часов меньше 46 я и не видел и что шире и растет то есть вот нарушение законов имеет место какое какое наказание за нарушение закона влечь а никакого ну вот вам и вот и кодекс кодекс называется кодекс но ни за что нет никаких никакой ответственности на тур тут и встает вопрос а социально трудовых конфликт а трудящие если я ничего-то требует то эти требования можно признать законами а можно признать незаконны они законны если они требуют сокращения рабочего дня это законные требуем справедливый и справедливые это же важно никто уже из за работодателей не скажет что это вы требуете такого противозаконного не скажут почему а вот вы только один и скажет на 40 часов это навечно да то есть то есть вот в экономической жизни вот мы наблюдаем процессы такие то что одновременно вроде бы как у нас считается что идет развитие это за развитие идет или деградации работника работник главной производительные силы как у нас идет развитие производительных сил в россии сейчас или деградация если время для развития сокращается свободное время это что такое вот вы знаете что такое свободное время скажите что такое свободное когда надо или когда не надо вот вы сейчас развиваетесь сейчас не надо работать но над собой то надо а ну вот над собой надо работать трудиться надо определить то есть вы рабочие а свободное время определяете как нерабочие то есть когда вы спите это свободное время у вас когда если вы стираете убираете подметаете ремонтируете и выполняете другу едете на транспорте практически через толпу в метро сплющенный это все у вас свободное время даже не на ней рабочее время отчет как вот то есть вот вот теперь вы уже прямо как маркс маркс cuz свободное время это время для свободного развития хорошее определение свободному не вне рабочего времени у нас много а свободного времени у нас мало студент в какое время занимается в свободное или не свободные как всегда не всегда вы занимаетесь не надо тут меня я знаю я сам студентом был я не обманешь но сейчас у нас свободное время когда нет сейчас все делаете то вот вы только что думали что у нас 40 часов а оказалось что до 40 это развитие идет ваша или нет но развитие так вот время для свободного ради учебы это время для свободного развития поэтому и говорят счастливое время студенческое потом никто никто вам по начнете заниматься хватит заниматься идите работаете попробуйте почитайте книгу на работе сказать вы что делаете еще штрафуют еще и премию отберут так начался в виде читайте пишите задавайте вопросы выступайте вам кому тебя запрещают выступать с вопросами там с заявлением нет это не ради а как вы себе развитие себе представляете вы готовьте случай продвигайтесь быстрее это и есть разве сейчас самое время для свободного развития у меня идет я свободное время работаю или в рабу в рабочие но у меня еще лучше ну что такое вот вот преподавательом что и он такой вас развивать а сам я не развиваюсь что ли ну так я сам развиваюсь так это че и лучше ся в свободное время работаю мне еще зарплату платят и даже хорошо то есть что такое свободное времяって еще время свободные материально производительного труда из другое деление свободное время общества вот для того чтобы общество могло развиваться она должно что есть пить и одеваться правильно вот есть люди которые занимаются тем чтобы обеспечить еду в физе жилище одежду и так далее материальные условия существования общества вот эти люди у них тоже есть свободное время этого этого свободного времени очень мало. У людей умственного труда, ну, у таких, скажем, которые вот такой труд имеют, как я, Маркс это называл самоосуществлением индивида. А Цицерон даже так говорил, вот вступает оратор. Столько достойных мужей сидит, молчит, а он один говорит, и он еще хочет, чтобы ему за это платили деньги. Какое уважение к нему, да? Вон вас в какое положение поставили. Я вам могу полтора часа говорить, а вы молчать должны. Еще я вот говорю, дайте, какая у нас зарплата? Вам платят мало, а мне много. Это вообще ужасная несправедливость. Ну, вы поправите, у вас, вы же конфликтологи. Но это будет не бесконфликтно. Сразу предупреждаю. То есть, вот мы говорили о развитии, а теперь развитие свободное время. А наличие свободного времени является мерилом экономического развития. Ну, а как это выражается в увеличении рабочего дня? Например, рабочий день впервые был у нас установлен нормативно в России в 1897 году. и установлен в размере 11,5 часов. А до этого фактически рабочий день был ненормированный. 14,16. 14,16 часов. Следующий такой крупный шаг по увеличению свободного времени, а следовательно и в развитии людей трудящихся, когда произошел. Ну, это не касалось, конечно, господствующего класса. Господствующий класс у него все время свободный. Ну, кроме того времени, когда он спит, занимается какой-то механической работой, которая его не развивает. Переход к 8-часовому рабочему дню когда состоялся? Это важная дата? 5-й год. Какой год? А? После, после года, у себя тратится. Нет, нет, после года нет точно. Что, с оболителями истории? Да. Да когда у нас появился 8-ми часовый рабочий день? Скорее всего после года. А? Скорее всего после октября. Неправильно. Неправда ваша. Раньше тоже. Раньше. Вообще рабочий день появляется. Уменьшение рабочего дня еще ни разу не появилось без борьбы. Вот мы с вами что изучаем? Развитие. Развитие. Развитие идет без борьбы от низшего выхода? Не, не идет. Вот в 1897 году, вот думайте, вот утром проснулся царь, а не сократить ли рабочий день в России? Раз и указ. Так было или нет? Или что было? Борозовская стачка была могучая. После этого ну царь как-то должен реагировать. Если он не хочет, чтобы у него в раз в нос все пошло. Он же не хочет готовить революцию. Он старается ее куда-то отложить. Вот первый раз. Второй раз. Февральская революция. Буржуазий что говорит? Все, свобода. Все, проблемы решены. Мы все, свобода, бантики навесили. А что сделал рабочий класс в Петрограде? Раз и перешел к 8-часовому рабочему дню. Как? Ну как? Вот вы там проходы, а он просто взял и перешел. Это называется явочным порядком. Ну раз революция, вам революция, вам свобода, и нам свобода. И мы установили себе сколько? 8 часов. И вот с этими 8-ми часами мы все и живем. А что произошло в октябре 17-го года? Большевики закрепили это декретом, чтобы это было всеобщий характер на силу. И везде записано было, что рабочая неделя не более 40 часов. И в программе, и так далее. А какие дальнейшие планы были? А вот план был такой, в первой же программе вот говорилось о сокращении рабочего времени, а во второй программе, которая была принята, когда нас с вами не было, в 1919 году. В 1919 году написано, ее Ленин подготовил, что в дальнейшем при увеличении производительности труда переход к 6-часовому рабочему дню с обязательством для каждого работающего уделить 2 часа обучению военному и профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. То есть тут решались две задачи. Во-первых, развитие человека, что он человек должен уметь управлять. А во-вторых, развитие общества или отмирание государства. Если вы хотите бороться с бюрократизмом, с карьеризмом, с ведомственностью, с уместничеством, то какой рецепт борьбы с ними? Рецепт Ленин разработал в государстве революции. Вот он, прежде чем пришли люди брать власть, они сначала подумали, а что вы будете делать-то с этой властью? Вы подумайте, как быть-то с этим государством? Как сделать так, чтобы государство отмирало, а не зарастало бюрократизмом? Вот он говорит, что рецепт один. Каждый на время должен становиться бюрократом, поэтому никто не может стать бюрократом. То есть если я знаю, как управлять, то меня уже не обманешь. И на одной не встанешь. Если вы знаете, как управлять, законы знаете, пока вы еще не знаете законы. Знаете, но неправильно. Вот. То есть и что реализовали это? Но если вы не реализовали по пути вперед, значит, что вы должны получить? Движение вспять. И Советский Союз от социализма уехал назад. Куда? Капитализм. А у нас есть какая-то гарантия, что вот вы. Например, товарищ гражданин Хрущев выступал на 22-м связи и говорил, что вот социализм победил полностью окончательно. Ну вот мы с вами уже поговорили о том, что развитие идет через борьбу в противоположность. Если вот положительная часть, положительная противоположность не будет бороться, прогрессивная, с реакцией, то победит реакция. значит, вот Хрущев, как первый секретарь, заявил, что социализм в СССР победил полностью и окончательно. Если вообще у вас вся специальность нацелена на борьбу в противоположность, потому что тут конфликты, правда, связаны с борьбой, борьбой и конфликтами, то оказывается, значит, все, нет никакой борьбы. Ну раз нет никакой борьбы, значит, те люди, которые раньше боролись против реакции и против регресса, эти люди перестали бороться, не только люди, партия перестала, правящим. Партия, авангард, голова класса, но если голова класса уже не борется, это как бы все равно, что голова-то опьянела, а как класс, который с пьяной головой, куда пойдет? И что получилось? Ну раз нет борьбы против негативных тенденций, какие тенденции должны победить? Негативные, они победили. Что-то удивительное, ничего нету. То есть в общих счетах не бывает, что вы, дескать, вот ступени развития коммунизма, да вы хоть сколько ступеней нарисуете, если вы с каждой ступени можете вернуться назад. Почему? Потому что вот Маркс и Энглес однажды высказали, что все наше учение может быть выражено одной фразой, уничтожение частной собственности. Вот это здорово, не надо читать все их учения, зачем это надо? Вот запомнили, да? Вот, все, капитал не надо читать, Ленина не надо читать, Энгельса тоже не надо читать, не надо, ни происхождение семьи, частной собственности, и государства не надо читать, диалектику природы не надо читать, Анти Дюрих не надо читать, Людвиг Фейербаха, и конец классической немецкой Маркса вообще надо тоже не читать. А все уже, а сами сказали, все наше учение может быть выражено одной фразой, уничтожение частной собственности. А что это означает? Вот если это означает, что коммунизм, означает собственность какую? Общественную, общую собственность. Коммунизм означает общий. То есть учение о коммунизме выражается, это что такое? Учение о борьбе, сейчас, то есть фразой можно одной выразить, но это означает бесконечную и постоянную борьбу с частной собственностью. Вот вы победили полностью, получили полный коммунизм. Но если вы не будете вести борьбу с попытками вернуться назад к частной собственности в той или иной форме, значит его у вас не будет. Поэтому коммунизм надо понимать как постоянную борьбу с попытками уйти от общественной собственности к частной. А в чем эта попытка? А в том, что я вот решил что раз у нас коммунизм, то я себе вот это забираю. потому что все общее значит мое ну вот а вы не отбираете значит и все нет нет это означает что вы не усвоили принцип борьбы противоположностей что коммунизм коммунист это тот который все время борется против частной собственности надо было меня только я вот сюда вот руку потяну раз по руке и все показываю как один студент сдавал экзамены политех ну политех по физике его спрашивает преподаватель чем меряют напряжение нет чем меряют силу тока студент говорит студент приоткрывает и и смотрит амперметром преподаватель правильно а чем меряют сопротивление студентом метром преподаватель правильно а чем меряют напряжение напряжение метром правильно то есть надо сразу сразу иначе двойка а тут сразу раз и еще отличная оценка все правильно все три вопроса члена на отлично все получил вот так что то есть коммунизм это это общество которая все время борется против частные собственности а как ее против бороться против то есть поддерживать все время общественную собственность вот как против грязи бороться но все время ходить чистым, вымытым, в баню ходить. Но нельзя же быть чистым, если вы просто грязь будете отталкивать, да? То есть надо созидательно бороться. То есть на самом деле созидание, так сказать, вот это строительство дальнейшего общества, его движения, как общественного организма, в общественных интересах, оно все время противостоит попыткам превратить его в частную собственность, да? Или каких-то элементам. Использовать какие-то куски общественной собственности, как частную. А сейчас вот государственную общую капиталистическую собственность используют как частную. Вот, сегодня, я бы сказал, вопрос говорили. Не как общую капиталистическую, а это же все капиталисты, их представители. Ну так вы хоть как-то порядок-то соблюдаете? Нет, мы его заодно временно еще и тащим к себе. При этом. Ну а есть еще и совсем преступник, полковник Захарченко, который вот 8 миллиардов набрал и у него лежало прямо в квартире в таких тюках. в Балово. У вас нет дома в 8 миллиардов? Никто не ходил к нему домой, нет? Все. Он тоже говорит, Захарченко это, он не знает, откуда у меня взялись 8 миллиардов. Откуда? И вы такое же лицо делаете, вот точно, как полковник Захарченко. Это не мою вы с собой принесли. Что? Это не мою вы с собой принесли. Я думаю, вы бы сюда принесли, тогда бы мы не спрашивали, а так мы все спрашиваем. Вот так что мы такие вещи наблюдаем. Что мы в итоге, какие мы итоги подводим? В результате рассмотрения вопроса развития. Что развитие, и это такая всеобщая форма движения, которая вообще в материи развивается. И она и переходит от низших других форм. Ну и каждая форма материи тоже развивается. И высшая форма материи тоже развивается. А и всякое развитие, это есть борьба противоположности. То есть во всяком развитии есть противоположные движения. И надо рассматривать развитие как борьбу противоположных движений. Кто этого не делает, тот не понимает истинного характера развития. И он может проиграть в общественном отношении, то есть не получить тот результат, на который рассчитывает. Или уйти от прогрессивных форм к форму реакционным. Или не столько уйти, сколько его утащат тогда события туда, куда он не хотел вообще и приходить. Поэтому такие, скажем, концепции развития вроде того, что значит уменьшение или увеличение, это ни о чем не говорит. Или, скажем, некоторые такие концепции есть философские, что вот это круговое движение. Сейчас у нас, видите, весна, март. А потом будет лето, а после лета будет осень. После осени некоторые товарищи знают, что будет зима. А после зимы, я тоже знаю, будет весна. И все возвращается на круги своя. Поэтому это круговое движение. Но те люди, которые стоят на позициях борьбы противоположной, говорят, что никак мы на этом круге не можем оказаться. Мы всегда в ходе борьбы, если это действительно победоносная борьба прогрессивных тенденций, то это спиралевидное движение. Расширяется круг прогрессивного и сужается круг реакционного. Правда? Есть еще такое экзотическое понимание развития, как переключение. Вот все было хуже, 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 потом раз, и стало все лучше, 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 потом опять раз, как будто есть какой-то переключатель. Вот это у нас не переключатель, это у нас датчики, чтобы если будет дым, то сюда приедет пожарный. Это вроде такая ситуация, как у буриданового осла. Справа у него был мешок сена, и слева, и он все думал, какой взять мешок справа, оттуда откусить, или отсюда откусить. И так он все думал-думал, и умер от голоду. Так и здесь. Если это туда-сюда, никакого движения нет вперед, а вот по очереди, сюда переключать. Где-то что-то есть. Значит, тут есть какие-то силы. Видимо, там где-то рычажок переключаемый, переключающий, да? Есть, наверное, кто-то там. Хорошо же думать, что там кто-то есть. Вот как-то я шел по Невскому, а мне раз и дают книжечку. Ну, эти, которые ходят, проповедники иностранные. А я сразу полистал, мне понравилось. Бог, он думает о вас. У него есть хороший план вашей жизни. Неплохо, если там есть хороший план вашей жизни, и уже вас, так сказать, все благоприятствует. Вам остается только там спокойно идти приходить на экзамен. Уже, значит, не проблема. Правильно? Вот. То есть, много всяких, как всегда, разных концепций развития. Единственная научная концепция развития, истинная, которая соответствует, истинное соответствие понятия объекту, тому, что есть в жизни, это развитие, как борьба противоположных тенденций. И в этом развитии есть борьба прогресса и регресса. Те, кто последовательно стоят на позициях прогресса, это прогрессивные люди. Но у каждого прогрессивного человека есть какие-то недостатки. И у вас есть, как и у меня. Но, а есть реакционеры, и у каждого реакционера есть положительные качества. Они помогают ему вершить свои грязные дела. Правильно? Мошенники, они втираются в доверие, они так улыбаются, хорошо разговаривают, потом раз, и оставили тебя без денег. Поэтому в процессе вот этого самого развития носители бывают, одни носители позитивных тенденций, другие носители реакционных. Целый класс может быть прогрессивным в целом, но и члены этого класса не обязательно стоят на позициях этого класса, не все стоят, да? Другой класс реакционный, но не все стоят на реакционных позициях. Декабристы, они это, кто такие? Это же феодалы? Дворяне. Они выступили за что? За освобождение крестьян. Им, правда, говорили, давайте вы своих освободите. Не, говорит, только всех вместе сразу, вместе с вами. Всех когда освободим. Нет, от своих мы не будем освобождать. Давайте всех освободим. Тогда их раз и в Сибирь. Одних убили, других отправили в Сибирь. А потом события так развивались, что царь своим указом подписал. И ничего никто этого царя не убил. Но потом тоже убили. Все равно убили этого царя. Позже. Так что, можно сказать, что, конечно, силы прогресс превосходят регресс. Но не сам по себе. Для того, чтобы прогресс превосходил регресс, нужна настоящая большая борьба прогрессивных сил. Вот вы, когда будете рассматривать какие-нибудь конфликты, вы на позициях прогрессивных будете стоять или реакционных? Или вам все равно, как разрешить? Лишь будете хамирить этих? Драчунов. У вас какая идея так? Решение, как разрешать конфликт? По идее конфликтов, это носитель прогресса. Он смотрит, какой конфликт, кто прав, кто виноват, и поддерживает позитивную сторону против. Ну так он поддерживает, чтобы, так сказать, все это разрешилось. Вот такая сложная задача. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.